Перед тем, как я начну, давайте в режиме обратной связи. Я буду рассказывать какие-то вещи основные, а вы будете вопросы задавать. Я не только говорю, но и сразу какие-то вопросы. Договорились? Смотрите, с чего хочу начать. Вообще, главное определиться с ролью. Расскажу несколько ролей, которые есть в нашем искусстве. Первая роль — это педагог. Человек, который ведет либо группу, либо студентов, либо небольшой коллектив, но он играет роль педагога. Отдельно потом расшифрую, как я это понимаю. Есть вторая роль — есть роль хореографа. Человек, который что-то ставит. И вот это нельзя путать. Есть педагог, а есть хореограф. Конечно, есть люди, которые сочетают в себе и педагога, и хореограф. Но вы для себя должны понимать, что это две разные роли. И третья роль для меня важна — это руководитель коллектива. Тоже совсем другая роль со своими задачами. К чему все это рассказываю? Рассказываю вам для того, чтобы вы понимали широкий спектр каждой позиции. Вот руководитель, он отвечает за какие... Ну, хочу немножко обратную связь от вас получить. За какие направления? Как вы думаете? Абсолютно верно. Руководитель — это не тот, кто... Ну, и тот, наверное, тоже. Но в основном он отвечает за организационную часть. Это поездки, это музыка, это сборы денег и так далее. Педагог за что отвечает, как вы думаете? За воспитательный процесс. За воспитательный процесс, да. Педагог учит материал. Есть материал, есть, возьмем, к примеру, там, народный танец, педагог по народному танцу. Есть педагог классический, санок преподает детям, да, либо экзерсист, кто как это называет. Есть педагог какие-то направления модные, джаз-модерны. Все педагог, который приходит и просто рассказывает материал. Хореограф, как вы думаете, кто это? Станин. Да, тот, который придумывает. То есть его задача, он, у него самая, наверное, одна из самых, ну, везучих ролей, да, человек, который все время что-то творит. Все, это вот первый блок маленький рассказ. Дальше идем. С ролью определились? Вы понятно, для чего я задаю вопрос? Или не понимаете подоплеку? Как вы думаете? Я просто объясню, потому что я был и педагогом, и руководителем, и хореографом, и для себя сделал вывод, что если ты хочешь вести успешный коллектив и выигрывать успешный фестиваль, ты должен четко разграничивать эти позиции. У тебя должен быть руководитель, должен быть хореограф, должен быть педагог. Это все совершенно разное. Если вы хотите быть успешными, то должны четко ставить приоритет. Идем дальше. Смотрите, с чем еще очень важно вторым определиться, это с кем вы, где вы работаете. То есть те дети или то место, где вы работаете, имеют основополагающий материал. Часто мы называем, как хореограф или педагоги, детей материалом. Потому что вы можете себе ставить цели и задачи, но вы прежде всего должны отталкиваться под детей. Есть дети разной подготовки, есть дети в студии, есть дети в специальной школе, есть дети в академии и так далее. Никогда не забывайте это, потому что даже я в своей работе часто ошибался. Молодость и мотивация, и желание выделиться, она привлекла за собой некоторые ошибки. Почему? Я постановки делал на некоторых делах, которые им по физическим данным, по градации возрастной не подходили. И вот даже кто себе фестиваль смотрел, четко понятно, что кому подходит по возрастной градации постановка, а кому нет. Это не вина ни хореографов, ни педагогов, но вы должны это замечать. То есть каждому ребенку нужен свой материал. Это второе. И третья задача, которую вы ставите уже как руководитель педагога-хореографа. Есть региональные соревнования, есть всероссийские соревнования, есть европейские соревнования. Это совершенно разные задачи. Я к чему говорю? Если вы соревнуетесь на региональном уровне, наверное, вы справитесь все своими силами. Если вы едете на всероссийские соревнования, вам нужны люди, которые вам будут помогать. Как хореографы, либо как приглашенный специалист. Потому что уровень коллективов, которые туда приезжают, он немножко уже другой. Вот просто, чтобы вы понимали, выбирали для себя. Я еду на соревнования регионального уровня. Я понимаю, какие коллективы там собираются, и понимаю, что я там буду показывать. Или я еду на европейский турнир. Понятно, тоже объясняю, да? Повторим еще раз вот эти три пункта, и дальше я пойду уже к каким-то частным моментам. Первое. Определяемся с ролью. Кто вы? Педагог, хореограф или руководитель? Еще одну роль, которая очень схожа с педагогом, это тренер. Я потом объясню эту позицию. В европейской системе обучения она отдельную роль занимает. Почему? Потому что дети физически сейчас должны быть очень сильно подготовлены. Педагог физически детей не готовит. Он им рассказывает материалы, он с ними может что-то отрабатывать. А тренер потом готовит их физическое состояние. Он их гоняет, он занимается с ними физической подготовкой, он требует от них прогоны и так далее. Это отдельная роль человека, который четко муштрует. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поэтому запишите для себя, если вы согласитесь со мной, то это очень важная роль тренера. Вот в подготовке ребят, детей, коллектива, роль тренера очень важна. Второе, с чем мы с вами сегодня говорили, это мы определяемся, где мы работаем, с кем. Потому что у кого-то вы набираете детей сами. Да, у вас свой коллектив и своя школа, прекрасно. Вы диктуете правила. А где-то, например, вы нанятый специалист, педагог дополнительного образования, либо руководитель кружка, либо руководитель студии, и вам кто-то все равно какие-то правила диктует. Здесь уже есть сложность. Я сталкивался с этим, когда тебе диктует руководство какие-то условия, ставит задачи, ты уже не можешь процесс выстроить своим образом, как ты считаешь. Третий момент, который быстро мы сейчас с вами пораскучим, это какие задачи мы ставим. Соревнования, выступления, конкурсы. Вы должны четко понимать, где и на какой сцене вы работаете. Это прошли, идем дальше. Вот сейчас уже поговорим о серьезных вещах. Это о своей системе подготовки. Системе подготовки наших детей. Первое, с чего бы я начал, и что самое главное, я сегодня у детей тоже заметил, ребята, надо заниматься классическим станком. Всем детям. Это вот основа основ, я считаю. Потому что даже те, кто современники, да, мы сейчас говорим про детей, я не говорю про взрослых ребят, 18-20 лет, которые уже выросли в этой культуре, они уже сами понимают, что они хотят. Им бы я тоже посоветовал позаниматься классическим станком, но они уже сами вольны выбирать. Но вы, как педагоги, вы можете сказать, что у нас там два раза в неделю хореография. Или три раза, лучше три раза в неделю. Потому что дисциплина и почерк, она вырабатывает только у станка. Я вот специально заострил для себя, что вот это самое основное для того, чтобы воспитать грамотного танцора, либо танцовщика, либо хороших коллективов. Поэтому подумайте в своей системе подготовки детей, найдите себе хореографа, либо вы сами хореографы, которые четко преподают только классические станки. По позициям рук, по позициям ног и так далее. Второе важный момент – это физическая подготовка. Сейчас, может быть, уже люди начали на это обращать внимание, но есть два направления. Есть коллективы, где занимаются йогой, и детей готовят по йоге. А есть коллективы, где занимаются ОФРП. Это общая физическая подготовка под музыку, некий фитнес. Но там есть такие важные моменты. Фитнес на что? На группу мышц, которые используются в танцах. Вы тоже можете себе заложить это очень полезные вещи. Именно физуха, только физическая подготовка. Дальше идем. Следующий момент, который тоже важен – это актерское мастерство. Актерское мастерство не то, которое преподают в актерских вузах. Актерское мастерство специально приспособлено для танцоров. Как это сделать? Где найти такого человека, который может для танцоров найти какие-то актерские тренинги? Вы находите простого педагога по актерскому мастерству. Рассказываете блок своих задач, или постановки показываете, либо свои идеи рассказываете. И вместе с ним подбираете те упражнения, которые будут раскрывать потенциал детей в этих постановках. Не надо брать полностью курс Щепкинского училища и давай здесь месяц с первого по второго курса все проходить. Не надо. Это конкретные задачи, которые вам нужны по постановке. Вот нужно вам, чтобы там ребенок улыбался, нужно вам, чтобы ребенок здесь испугался, нужно еще что-то. Вот эти три вещи конкретно под постановку надо с этим педагогом работать. А он приглашенный специалист, его не обязательно держать в штате, но это должно быть. Дети должны понимать, что они помимо физической, и эстетической подготовки должны знать, что есть эмоциональная составляющая. И не только улыбка. Идем дальше. Следующий класс, который тоже очень важен, это технический. Вот то, что я сегодня тоже заметил, но я не разбираюсь, меня просили сегодня не разбирать сегодняшние номера. Но вот такое понятие, как технический класс в вашей системе подготовки, он нужен. Детям нужно давать не только материал, но и объяснять, где у нас идет рука, как поворачивается голова, как работает тело, как работают ноги. Это отдельно надо прям посвящать такой чистке. Вот текст вы даете детям, это хореография, у нас это текст называется. Вы должны также 45 минут, я не знаю ваше расписание, но может быть 2 по 45, только чистить, 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 чистить. Понятно объясняю именно вот этот актер? Потому что в свое время у нас, когда я участвовал во всех постановках, у нас был отдельный педагог, который приходил и объяснял, где мы что и делаем, какие акценты, какие паузы, какие остановки, где работает дыхание, как выставлять приоритеты, это очень важно. Потому что даже сегодня на номерах, очень многие номера, они без концовки, очень многие номера, они без пауз, очень многие номера без акцентов. То есть дети танцуют, неплохой материал, хороший, современный, модный, но это все происходит так, тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн, и постоянно нон-стоп, 2-3 минуты, нон-стоп они что-то делают. Нет ни остановок, ни точек, ни фокуса, вот этого всего нет. А это делает технический класс. Да, специальный педагог расставляет, руки можно выводить, раз, два, три, четыре, а можно выводить, раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тогда судьи, которые будут смотреть, они не будут офигевать от того потока танцевального материала, который на них льется. Понимаете, о чем я говорю? Они просто офигевают, они... И я даже сам себя ловлю, я первые 30 секунд смотрю, вау, классный коллектив, а дальше этот коллектив бомбит, 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 бомбит. Ну нельзя же так. Понимаете, у нас должны быть темпы ритмы, где-то медленнее, где-то быстрее, где-то наоборот мы на контрапункте играем. То есть очень много номеров, которые в одном и том же режиме идут. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды мы с вами прошли. Дальше момент. Смотрите. У европейцев есть такое понятие в лаборатории этюдов. Это очень важно, потому что очень многие сегодня постановки не были постановками, они были этюдами. Но были они этюдами. Постановка это немножко другое. И вот здесь я две вещи хочу заметить. Первое. Вы должны это понятие в свою систему подготовки материала внести. Почему? Потому что, первое, вы стараетесь поставить хорошую постановку. Да. Но надо распределять задачи. Это как одежда. Есть первая примерка, вторая примерка, третья примерка. Сначала вы ставите небольшой этюд, но заранее закладываете, что в будущем еще на него нарастет второй этаж, третий этаж и четвертый этаж. И вот в этой лаборатории вы шлифуете. Первый месяц вы делаете один этюд. Да, в нем понятны идеи, в нем понятны ваши замысел. Второй месяц вы накладываете туда второй этаж, третий месяц, третий этаж. И только на четвертый месяц выходит постановка. Вот если вы согласитесь со мной И ведете себе такое понятие Вам будет проще Вы будете разграничивать свои постановки На несколько этюдов, которые потом можно сделать глобально Потому что сегодня еще раз заострю внимание на том Что были законченные постановки Но были просто этюды Этюд для меня это что? Этюд для меня это даже не идея Это стилизация идеи Вот тоже такое хорошее понятие Стилизация идеи Постановка это законченная идея А этюд это стилизация идеи Это проба пера Поэтому в лаборатории вы можете всегда Вот эти идеи свои Разбивать на маленький этюд И вам проще так будет Намного проще работать Идем дальше Еще очень важный момент Что я сегодня тоже заметил Ну и это и есть такой отдельный даже класс Это работа на сцене Потому что танцоры они же как артисты Их нельзя назвать танцорами Они настоящие артисты Если у вас есть возможность В своем расписании работать Не только в залах Да вот мы сегодня работали В зале на мастер-классе Но это одно состояние Как бы мы его не разогревали Как бы мы не выкладывались У детей должен быть Должен быть в расписании Там час-два Когда они работают на сцене И вы с ними работаете на сцене Это совсем другое То есть если есть возможность Ваши номера и ваши этюды Перекладывать на сцену Неважно большую или маленькую Делайте это обязательно Хотя бы там один раз в неделю Не можете один раз делать Один раз в месяц Потому что дети Видно, что они боятся сцен Не только к вашим детям Вообще дети боятся сцен Для них это другая среда Даже мы с вами, я могу сказать Когда мы, работая в зале Выходим на сцену Другие ощущения Мы же не каждый день на сцену Выходим, правильно? А мы хотим от детей Чтобы они танцевали здорово Эмоционально И подача у них была Как? Когда они только что Приехали на сцену Разогрелись И вот уже выходи и танцуют А если вы будете внедрять Вот это понятие Что у нас урок на сцене Само такое понятие Не урок в зале А урок на сцене Когда дети выходят Вы можете выбирать Либо в костюмах они урок Либо просто они в учебной одежде Но на сцене они должны проходить Идем дальше И дальше смотрите Крайнее на чем мы закончим Потом резюмируем Это постановочный класс Да, у нас была лаборатория этюдов Это мы когда с вами готовили Конструктор Некий конструктор Когда мы с вами из придуманных идей Готовим постановку А есть постановочный класс Когда уже вы полную постановку Разбиваете на эмоциональную составляющую На техническую составляющую И на артистическую составляющую Это уже на выходе готовый номер Да, это там Когда вы уже начинаете Просто делать прогоны Но ставите задачи детям Сегодня мы работаем руки Завтра мы работаем ноги Послезавтра мы работаем взаимодействие Послепослезавтра мы работаем еще ночи Но это только постановка И дети приходят Они знают Что в этой постановке Сегодня они работают только над руками Завтра работают только над ногами Послезавтра они работают руки и ноги Частота появляется совершенно другая Когда вы четко расставляете им акцент Резюмируем Итак, вот моя подача вашего сегодняшнего материала Система подготовки вашего материала Первое, что я вам предложил Классический станок Не отказывайтесь от него Это очень важно Второе, это актерское мастерство Под задачи Не просто, не надо Обязательно следите за тем, что дает педагог по актерскому мастерству Присутствуйте на уроках Ставьте задачи этому педагогу Третье, физическая подготовка Очень важно Потому что ребенок может две восьмерки Станцевать супер А три минуты постановки он просто не тянет физически Он умирает У него нет привычки, нет навыка танцевать Дальше, технический класс Это тот педагог Это то время, когда разбираются основы Основы того, как мы это делаем Как мы поворачиваем голову Как двигается тело, как двигаются руки Это отдельное Совершенно отдельное направление Нельзя просто выучить Вот мы с вами сегодня учили связку Вот те, кто я вижу, кто присутствовал на мастер-классе Да, я разобрал какие-то вещи Но если бы у нас было время Я бы разобрал технически Как двигаются ноги Как двигается корпус Как поворачивается голова И ваш уровень танца вырос бы вот так На 10 этажей сразу У меня просто времени Но если у меня будет возможность Я просто покажу, что такое технический подготовка Это очень важно Просто мощно танцевать этого недостаточно Судья четко видит Правильно тело двигается Неправильно тело двигается Правильно руки двигаются Неправильно руки Это очень хорошо заметно Именно когда ты сидишь в зрительном зале в жюри Четко это видно Какие дети готовы Профессиональные, какие нет Дальше идем Лаборатория этюдов Не превращайте свои постановки Вот в эти этюды Сделайте себе заранее В подготовительном процессе Такую лабораторию И вы делаете несколько этажей Сегодня первая стадия этюда Завтра вторая Послезавтра третья, четвертая И потом появляется номер Не может номер родиться с одного этюда Не выпускайте такие номера Дальше идем Работа на сцене Если есть возможность Договоритесь с залом Договоритесь со сценой Два-три раза в неделю Привозите детей И обрабатывайте Делайте уроки на сцене Чтобы они привыкали к этому Постановочный класс Это мы с вами сегодня пока Завершим тему Там, когда вы работаете Уже над постановкой И внутри постановки Ставите свои задачи Хорошо, идем дальше Следующий вопрос Следующая система Это работа с материалами Откуда вообще берутся идеи Для номеров Для постановок Одна из самых сложных Наверное тем Вот я не помню Кто-то мне сегодня тоже сказал Если нет идеи Не надо и ставить Света, ты по-моему Да бы ты сказал Эту мысль Ну, наверное, да Я с этим соглашусь Вот нет идеи Ну и не надо ставить А если Ну как значит Не надо ставить Надо что-то показывать Если нет идеи Ищите людей Которые эти идеи дадут Мы сейчас живем В современном мире Сейчас есть интернет Сейчас полно Хореографов Которые могут проконсультировать Не обязательно их приглашать Да Мы же все общее дело Делаем Для детей А люди нашей профессии Они очень добрые И отзывчивые Мы можем даже По телефону проконсультировать Понятно Там, я понимаю Есть недостатки финансов И так далее Вы всегда можете проконсультироваться И задать тему Вот перед идеей Что идет? В тем Ну я уже да Ответил Хотел у вас спросить Уже ответил Не начинайте думать над идеей Начните думать над темой И выбирайте всегда Не одну тему Выберите две-три И начинайте разрабатывать Ну три ладно Тяжело разрабатывать Три темы Но две темы Можно всегда разрабатывать Я объясню почему Потому что как хореограф Я вот уже с опытом Часто такой Традиции Придерживаюсь Когда ты выбираешь две темы Ты в процессе работы Можешь посмотреть Что идет лучше Потому что вы должны понимать Мы всегда ориентируемся На зрительный показ Мы думаем в голове Все что угодно можем Но когда мы начинаем делать И даже когда мы начинаем показывать Вот я показал две восьмерки Я смотрю Ну не идет Это не то Потому что дети разные Специфика разная Я к этому вернусь Потому что я сегодня Очень много видел По джазмодерну Постановок Которые вам дают педагоги И вы начинаете Это на ваших детях Использовать Ну не идет им этот материал Ну нельзя им впихивать Это так Надо смотреть Вкус и стиль Они на каждом ребенке Смотрятся по-разному Ну это я Это так Отврелся Итак По поводу темы Выбирайте одну-две темы Разрабатывайте Одну-две темы А уже когда Начинаете Полностью Выводить Свои этюды Смотрите что идет больше Идет лучше эта тема Развивайте эту тему А эта тема пускай остается Пока в письменном столе Идем дальше Теперь к идее номера Идея номера совет вам дал Ищите хореографов Смотрите интернет Сейчас вот Церемонию Оскар Церемония Грейми Церемония там Ну не знаю Еще куча церемоний Где профессиональные люди Всего мира что-то ставят И уже оттуда можно Что-то подчеркнуть Интересно Согласны со мной? Смотрите Это и мы делаем И я сам тоже смотрю И сам учусь Постоянно не останавливаюсь Или еще есть какие-то вопросы По идее Где взять идеи? Тема сложная Я в принципе Только два совета вам дам Понимаете чем дело? У нас не разговорный жанр Я объясню У нас танцевальный жанр в чем? Я что имею в виду танцевальный? Нам надо говорить движение Очень сложно слова Переложить на движение А иногда бывает Не идет А иногда бывает Вдохновения нет А что-то надо ставить И я могу сказать честно Когда у тебя идет поток Постановок Ты уже выходишь Ты уже на автомате Ага Это я здесь делаю Это здесь Здесь развязка Здесь завязка И так далее Сам себя останавливаю Так нельзя делать Должно быть все подготовлено Все-таки постановка Поэтому к идее Относитесь Очень-очень стрипт Как вы выберете идею Дальше все будет складываться После идеи Как вы думаете Что идет? Ну В принципе да В принципе правильно Музыкальный материал Ну давайте да Хорошо Оставим музыкальный материал Музыкальный материал Должен соответствовать идее Но знаете еще чему Он должен соответствовать? Он двум вещам должен соответствовать Он должен соответствовать Возрасту детей Прежде всего Это страшная ошибка Иногда бывает Объясню почему Вот даже жюри Да? Вы не забывайте Что жюри прежде всего люди А не только профессионалы И вот первая реакция Иногда от неправильно Выбранного музыкального материала Она шокирующая То есть вот меня даже Как профессионала Меня парализует просто сразу Я уже даже номер не смотрю Может дети профессионально танцевать Но вот одна ошибка Музыкального материала Мне оценивать уже не хочется Будьте внимательны Смотрите на возраст Что-то можно детям давать Что-то нельзя Я не буду сейчас Какие-то примеры приводить Просто вам отмечаю Ваше внимание Первое это возраст Второе Очень много ошибок Когда вы компилируете материал То есть понятно Нельзя Иногда очень сложно На одной музыкальной фонограмме Выстроить постановку Тяжело Согласен Хочется немножко разнообразия Но тогда Когда вы компилируете И сводите музыку Обращайтесь хотя бы К профессиональным людям Есть технические ошибки И есть еще вкусовые ошибки Нельзя свести Клубную музыку С рок-н-роллом Ну нельзя свести Ну это никак Хоть меня и просили Не акцентировать Но кто еще не видел номера Вот был номер рок-н-ролл И потом пошла клубная музыка Ну ребят Тяжело Это не смотрится Это не читается Внимательно смотрите Должна стилистика Музыкального материала Хотя бы совпадать Идем дальше После музыкального материала Что идет? Ну давайте думайте Что идет еще? Направление Нет Лексика Стиль Почти Но вот перед лексикой Еще есть одно На данном направлении Перечислим Выбрали тему После темы Выбрали идеи После идеи Выбрали музыкальный материал Дальше что идет? Ооо Уже ближе Режиссура Режиссура идет Не забывайте У нас такая сложная профессия Представьте Сколько всего Мы должны Я не говорю Знать Но хотя бы Иметь себе представление Вот режиссура Это очень важный момент Не все Ну не обязательно Обращаться к режиссеру Конечно Потому что сейчас Режиссер уже Каждая вторая собака Режиссер Лучше не обращайтесь Опасно Ну я так в сердцах Сказал Просто имея опыт Работать с режиссерами Честно могу сказать Сейчас на рынке Нет хороших Есть хорошие хореографы Очень Достаточно хороших хореографов Но Хороших режиссеров Мало Но режиссура Номера должна быть Что я имею ввиду? Опять приведу В пример Ну какие-то такие Постановки Не может 20 человек детей Выбежать Под современную музыку Назвать номер Шаг вперед И станцевать 3 минуты синхронно Это не режиссура Это просто Ну опять-таки Хороший этюд Это кусок Который может войти В хороший номер Но это не режиссура Не будем Режиссура Это отдельный семинар Я не буду сейчас Долго рассказать Про режиссуру Просто отметьте Для себя Вот этот момент Что режиссура Должна идти Идем дальше Идем дальше Ага И после режиссура Номера Что у нас с вами идет Правильно вы говорите Лексика Танцевальный материал Ну здесь в принципе Уже после того Как вы выбрали Тему Идеи Музыкальный материал И режиссуру Тут надо пластически Найти правильные решения То есть чтобы Движения выражали То что вы выбрали Не всегда Это у всех получается Но это уже проще Если 4 кирпича Правильно лежат Пластику найти легче Почему легче Потому что очень много В ютьюбе Кусочков Кто танцует Вбиваешь И уже понимаешь Плюс-минус Что получается Поэтому лексику Легче выбрать Уже Но Если все до этого Было правильно Идем дальше После лексики Что у нас должно быть? Отлично Рисунок Это очень важно Если вы работаете Особенно не с солистами А с коллективом Это геометрия И я часто Работаю с коллективами Что делаю? Я беру Такой лего Формат Знаете, да? Лего Вот такая Зеленая, синяя Плоская дощечка И там выставляют Человечков И вот те рисунки Которые вы закладываете В свою постановку Вы детям можете Показать на этих Человечках Это интерактивно Это современно Они сразу понимают Что здесь ему надо В этой линии стоять Здесь у него расческа Здесь у него полукруг И так далее То есть всегда Вы строите геометрию заранее Можете это делать Там в классе Собирать детей Вырисовывать им геометрию Но это как вам удобно Но хорошо бы Чтобы это у детей Было в голове Потому что обычно Мы когда ставим Мы себе представляем Геометрию Но детям это не дают Я имею ввиду Картину общую Мы им даем Встань здесь Встань там Встань здесь И ребенок Оглядывается А у него только Вот картина Что передо мной Он сверху Картину не видит И он со сцены картины не видит Дайте возможность детям увидеть Как рисунок должен быть После рисунка Что у нас с вами идет Что мы делаем после рисунка Правильно Абсолютно верно Я это называю Эмоциональный тюнинг Да Вот тогда все уже Все срослось Дальше уже надо гонять По эмоциональному состоянию Ну эмоции Мы уже говорили Есть педагоги По актерскому мастерству Да вы и сами Во многом разбираетесь Но Вот хочу тоже Маленькое замечание сделать Я очень люблю Когда в постановках Очень много трагизма Особенно у детей Не увлекайтесь Вот одной эмоцией Особенно джаз модерни Пострадать Ну не увлекайтесь Есть гамма эмоций Которые может быть Но эмоциональный тюнинг Обязательно Ему надо отдельную тему Позвещать Ну что резюмируем И дальше я вам еще Кое-что расскажу Итак Мы сейчас с вами говорили О системе работы Уже с материалом Первой мы выбираем тему Желательно выбираем две темы Чтобы была одна запасная Вы никогда не знаете Какая выстрелит лучше Выбирайте всегда две После темы Мы идем к идее номера После идеи выбираем Музыкальный материал После музыкального материала Выстраиваем режиссуру номера После режиссуры Работаем с лексикой Танцевальной То есть пластические решения Ищем Дальше После этого мы выстраиваем с вами Геометрию Рисунки Дальше мы с вами А, и дальше мы с вами Эмоциональный тюнинг Да Ставим эмоциональное Наполнение Этой постановки Вот В принципе Я вам дал Неплохую схему Несмотря на то Что я ничего не рисую Я только рассказываю Если вы вот будете Я всегда себе Вот так Когда я ставлю Вот такой рисунок Листочек опять Написываю Каждый раз Чтобы не сбиваться Ни в коем случае Потому что я знаю Что здесь среди вас И педагог И хореограф И руководитель В одном лице Это тяжело Честно Я знаю По себе Это действительно тяжело Поэтому Вот такая схема Если вы будете Там себе иногда Подсказка такая Она вам поможет И еще После того Как вы эмоционально Наполнили Свою постановку Есть три момента Вы можете на них Только обратить внимание Есть фишки Есть отдельная Такая тема Что я имею ввиду Под фишками Фишки Вот я сегодня заметил Жюри Очень Ну правильные жюри Вообще Оно часто Знаете Да Я думаю Все были в жюри Там есть такая схема Иксель И в ней коллектив И правильные жюри Она за каждую Какую-то фишечку Она помечает Ага Там тройное сальто Есть Постановка Может быть Мне не нравится Но если я вижу Что технически Ребенок делает Такие вещи Я это обязан Просто как профессионал Отметить И я уже в конце Смотрю Два номера Не очень Но в одном номере 25 акробатов 25 фишек А в этом номере 2 Этот выиграл Закладывайте фишки Обязательно Закладывайте фишки Тем более Если у вас есть дети Я знаю Что есть дети Из художественной гимнастики Приходят В танцевальные коллективы У них есть данные Есть дети Там Сами по себе Одаренные Используйте Фишки Должны быть Должны быть Про костюмы Отдельная песня Да Отдельная песня Здесь вообще Могу сказать честно Это и европейцы И наши Но хореограф Редко занимается костюмами Руководитель педагогов Тоже редко занимается Он может Участвовать В разработке костюмов Но запомните У нас нет специального образования Чтобы понимать Что такое цветовая гамма Что такое Вы понимаете Текстура материала И так далее Мы можем только Приблизительно сказать Вот хотим мы это Хотим то Знаете как я обычно делаю Вот я часто С художниками по костюмам работаю Я в интернете Беру картинки Там референсы Там Мне нужна Жанна Дарк Я Милу Йович Распечатал Плюс-минус Там доспехи такие И так далее Художник по костюму Уже понял Ага Все И я его не трогаю Он мне уже приносит Готовый материал Попадает Вот это система взаимодействия Распечатали картинку Показали Плюс-минус Все Художник уже не ошибился Ну Это вот так от себя И реквизит Реквизит Ну такая тема Моя нелюбимая Почему Объясню Потому что для меня Реквизит это грязь на сцене Я редко видел Когда очень грамотно Использовали реквизит Ну приду в пример Когда там Двадцать детей Сбрасывают перчатки Шапку С криками Ура Не знаю Может быть это где-то На школьной постановке Пятого класса Это было бы здорово Но когда это на фестивале Это смыться грязь Или подушки Которые дети кидают И потом Успеть бы зайти Не знаю Ребята сложно с реквизитом Думайте Очень аккуратнее с ним относитесь Реквизит Очень вещь опасная Да Есть люди Кто работает саблями Есть и специальные люди Которые приходят К каскадеру Они учат работать По оружию Или есть там В актерских вузах Тоже Специальный курс Когда Как это называется Фехтование Да Когда они учат Как работать с реквизитом Не всегда хореограф Хореограф в принципе Не связан с реквизитом Он может попробовать Да Это попробовать Но не значит Что он это может освоить Нужны тоже люди Поэтому я стараюсь С реквизитом Работать очень аккуратно Использовать его по минимуму Есть стилистический реквизит Да Световой Где-то фонарь Где-то свечка Где-то сердечко Где-то перчатки Ну вот такие Минимальные вещи Они красиво смотрятся А не так Когда подушку Фиганул И бежишь на ней потом Не смотрятся Извините Итак Все рассказал Про систему Подготовки материала Идем дальше Идем дальше Сейчас секундочку Быстренько Ага Ну в принципе Мы почти с вами закончили Про систему материала Я рассказал И дальше у меня Крайний блок Это вредные советы Как я их называю Я какими-то вещами поделюсь Которые мне нравятся Или которые меня раздражают И вы уже сами смотрите Будете пользоваться этим или нет Первое Наметилась такая тенденция В джаз модерн Вот все что-то полюбили Это направление Не знаю почему Может быть это трендово Может это модно И так далее Но Три ошибки люди делают Когда выбирают Это направление Первое То что мы видим Как жюри Это набор движений Под лирическую музыку Ну просто человек Набирает движение Да На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на А красиво А неплохо Лирично Красиво Ручки такие Видится Но это не постановка Да это джаз модерн, это кусок джаз модерна, который вам дали на мастер-классе, который вы где-то выучили и так далее. Но к постановке не имеют никакого отношения. Причем вы здесь эти руки? Когда-то у меня там про любовь или еще что-то, или про смех, а мне вот это делают. Шторки закрыли, здесь открыли, здесь пострадали, здесь руки выиграли. Красиво, но красиво не значит, что это подходит. 20 номеров, 3 минуты мы смотрим, как хорошо у нас танцует джаз модерн. Это первая ошибка. Вторая ошибка, эмоциональный перегруз. Джаз модерн это немножко для взрослых людей, которые уже что-то, какой-то опыт пережили в конце концов. Которые хотя бы представляют там, как с кем-то расстались, с кем-то помирились, кому-то в глаз дали. А дети там 10-12 лет, куда им? Ну нет у них этого эмоционального опыта. А нам от них надо требовать там расстаться, подраться, пострадать. Они не понимают это. Поэтому вот такие глаза. И все, и привет. Понимаете, что джаз модерн это сложная вещь. Там очень много символов. Символов. Движений символов. Дальше. Возрастная градация. Ну, возрастная градация, это я что имею в виду? Ну, не удержусь в пример, да, когда лепят рот пластырем, одевают открытые платья, и это джаз модерн. Ну, это неплохо. Это даже, я скажу, наверное, это такая смелая попытка. Но... Не по возрасту. Вот опять-таки, я как в жюри уже не смотрю на него. Вот только я это увидел, первый взгляд, первые пять секунд, все, для меня номера нет. Выбирайтесь, осторожней с этим. Дальше. И техническая подготовка. Ее, наверное, надо было вообще первой поставить. Ведь учтите, джаз модерн это классический балет. Ну, немножко хотите в возвращенной форме. А классический балет, ну, это такая... Ну, это такая вершина. Это просто, это надо заниматься за пять лет, чтобы красиво хотя бы что-то можно было минуту станцевать на сцене. А мы берем обычных детей и просим от них батманы кидать. Под мозгу красиво выводить через адажево и так далее. Ну, не могут они это делать красиво. И никогда вам это не сделают. Руками они помашут. Но когда вот идут батманы, растяжка, они этого не сделают. Это делают специально подготовленные люди в хореографические училища, которые приходят с 7 утра и дают часу ночи пашут. Они будут это делать, мы нет. Поэтому техническая база. Идем дальше. Про джаз модерн сказал. Это вот вредная болезнь, которая сейчас наметилась. Будьте осторожны. Дальше. Вторая проблема. Это просмотр ютуба. Хорошо это или плохо? Ну, я уже сказал, что, наверное, это хорошо. И даже больше, чем хорошо. Но когда вы начинаете копировать... Я сейчас не про вас. Вы поймите правильно. Я просто обращаюсь к вам. Но когда я вижу, что слизываются постановки просто в ноль, ну, конечно, хорошая подделка это тоже выход. Это нормально. Но знаете, в чем проблема? Когда мы смотрим на эту постановку... Да, у нас время. Я почти-почти закончил. Когда мы смотрим на постановку в ютубе, мы не учитываем одно. Это другие дети, это другая сцена, это другие костюмы, другая музыка и так далее. Все другое. На наших детях это уже не смотрится. Поэтому я вам честно могу сказать, вы когда смотрите в ютубе, вы берите две вещи. Первое, вы можете взять идею, направление этой идеи. И второе, вы можете взять какие-то связочки. Либо фишечки. Вот он делает так вот, два кульбита. Это я ставлю. Это красиво. А вот здесь шпагат с поворотом берем. Вот так можно работать с видео. Но не так, что я взял, и вот они в кинотеатр пришли. Это модная тема в кинотеатре. Цирк Дю Салей первый номер поставил. Когда они пришли, якобы они на нас смотрят, как на зрителей. И давай все это повторять. Но Цирк Дю Салей это все-таки другая вообще тенденция. Дальше быстро пробегусь, но меня уже плохо смотрят. А, ребят, и третья болезнь. Вот мне два-два пункта осталось, что я хотел бы вам поговорить. Номера, я их называю номера эффект электрички. Ребят, вот смотрите. Номера, номера, да? Они у меня идут в категории эффект электрички. Это когда я не успеваю отследить ничего. Ни костюма не вижу, ни движения. Ничего не успеваю следить. Просто номер, он пробегает. Я ни разу иногда в таких номерах не вижу вообще остановки. Ребята, такие вещи, как акценты, паузы, остановки, отступления, точки и концовки, они обязательно. Вы внимательно смотрите, пожалуйста. Ну, три минуты коллектив танцует, ни разу не остановившись. Я, мне тяжело. Это эффект электрички. Вот она пробежала, и номера нет. Ничего не успевает. Ну, честно, вы внимательно посмотрите. Вот нельзя такие номера... Вы можете такой номер поставить, но обязательно потом должны расставить акценты. Здесь остановились, дальше прошли, здесь упали, полежали, здесь концовочка и так далее. Обязательно это все должно быть. Это просто, я могу сказать, вы можете не быть кореографом, но если вы жюри или педагог, вот я, например, понимаю, что я что-то не могу поставить. Но как профессионал я смотрю и вижу, что в этой работе нету вот этих ингредиентов. И все. Я могу этот материал не ставить, но как профессионал я вижу, нету начала, нету завязки, нету продолжения, нету остановок, нету пауз, нету акцентов. А вот так... У-у-у-у! Все. Номер готов. Следующее объявление. Идем дальше. Экране. А, ну, экране, я уже говорил, это когда весь семинар вам рассказывал, это выбор музыкального материала. Понимаете, в чем дело? Я вас прекрасно понимаю. Мы от чего отталкиваемся? Вот еду я в машине, вот мне нравится музыка. Классно. Супер. Вот сейчас я приду в зал. Так можно делать. Но делать это, когда вы просто преподаете, когда вы что-то разрабатываете. Пожалуйста, ставьте любую музыку и так далее. И учитывайте еще пространство. Вы когда музыку выбираете, это вам не машина. В машине музыка звучит по-своему. Я сейчас не шучу. Машина в машине музыка по-своему дома по-своему, в наушниках по-своему, а в зале она совсем по-другому. А вы должны ориентироваться на зал. И тогда эта музыка будет работать. Ну, в принципе, я вам все рассказал. Ну, не все рассказал, но что хотел рассказать, я вам бы сказал. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.